Как ты меня будил? Ни. Ну, расскажи. Ни. Стесняешься? Да. Мама, ням-ням. Мама, ням-ням. Ням-ням, мама. Кто так будил? Ай, еле глаза открыла. Ням-ням, мама. Мама, ням-ням. Да? Ляечка моя. Мама, и там Ляля. Ляля там с папой спёт. Да. Я тоже хочу, да? Да. Тебя кормить надо? Да. Ты же сам умеешь готовить. Или это несъедобно? Не. Мама, мама. Нет, кастрюлю не дам. Теперь вторая Ляля. Ням-ням. Вот так просмотрел верёвочку. Натянула аккуратно, чтобы на колёса не накрутилось. Всё, садитесь. Ваша готова. Всё, потихоньку начинайте. Опять упала сына. Изобретательный папа. Сэр, ты себе работу сделал, а не его занял. Под вечер наше сонное царство вышло на прогулку. Обычно до сна гуляем. А тут решили после. Может быть, уже сам поездишь? Бензин кончился, правда. Лентяй такой. Серёга его вот так катит, не хочет ножкой самостоятельно. Я и сама лентяйка. Уже второе воскресенье подряд почему-то превращаюсь в сонную черепаху. Или это Серёга на меня так влияет? Блин. Она хорошо не слышит. Либо погода. Ну, погода, правда, достала. То солнце, то тучи. То солнце, то тучи. И вот это межсезонье, не знаешь, как одеваться. День изобретаний. Изобретений. Ну, ты вверх натягивай, посередине, и всё, да? И полный контроль у тебя. Зато он наравне с тобой. Ты чувствуешь. Ну, да, это когда аллейка свободна. А вообще коляски привязала, и всё. Коляске привязала, и всё. Папа! Тихо, ты хорошо стой. Папа! Да. Ой, падаешь, падаешь. Ты не забывайся, ножку готов всегда выставить. Ну, он, потому что сам теперь управляет полностью. А ты ещё за резинку моешь держать. Твоя ляля? Либо вот так. Тебя ляля везёт? Да. Не, всё, на. Не пойдёт. Тимоша, это так только с папой. Это когда Тимоха научится сам рулить уже. Поснимай, возьми. Ну, чё я тебе буду снимать? Ну, Тимоха как тютют, говорит. Вот тютют. Да. Да. А вон и тютю. Ну, это вагоны, сына. Поезда самого нету, который вагончики эти везёт. Да. Да. А так вот она, железная дорога. Какая длинная, да? На видео прям вообще красиво памятник смотрится. А Серый пошёл читать. Я говорю, это кто? Там написано. Ну, по логике, это Держинский должен быть. Мы же на Держинке. Держинский? А Фрунзе это? Слышишь, Серёж? Вот это место на Держинке всегда красивое. Вот за вот этих деревьев. На видео, наверное, не видно. Стволы красивые. Так ещё тут всё лысо, конечно. Я хочу, чтобы нас сфотографировали. А он говорит, что ещё будет много моментов, а время идёт быстро. А пока Варка лежит, и Моха идёт. Вот сейчас встретим кого-нибудь и попросим. Ты про Вороньева. Кого? Парнику этого? Он в спортивке, он может убежать с телефона. Папушку не стоит. Ты сейчас кому-нибудь доверишь? Нет, надо парочку найти. И потом внук, и всё. Надо парочку, а не парочку с вами. Лишь бы не фото отца. А я вот тебе подарок. С прошедшим. Ладно, он, вернее, айфон. Надо просить себе подобных. Мы вот нашли. Не было тут-тут. Я теперь это три дня буду слушать, как я емала. Так вот, нашли себе подобных. Парочку с коляской. Девушка нас пофотографировала. Ты счастлив? Чуть поаккуратней. Вот и ужин Серёжа приготовил. И десерты взяли. Уберёшь? А? Туда тоже. Чего ты ничего не положил? Ой, мама, мама. Лентяйка. Да. А теперь быстрее идём домой. Варька в туалет сходила. Напрасно торопились. Она не покакала, а пукнула. А своё дело сделала уже дома. Проснулась, потянулась и обрадовала маму. Подгузником грязным. Сейчас будем кормиться. Все будут кормиться. Доча и тоже голодная. Проснулись, кушать не хотела. А сейчас погуляли. Я не скажу, что хочу кушать, но уже просто пора. У меня вот прям слабость. Не кричит. Ужин понравился? Да. Папе спасибо сказал? Нет. Ну, на папу смотри. Папа не видит, что у тебя тут. Всё, теперь можешь поцеловать маму. Она не откажет. Экономный Варя у нас ребёнок. Зашли, взяли ей новую соску, а то вот это её уже не пойдёт. Это от Тимохи осталось. Здесь, оказывается, дырочка была, и изнутри она вон грязная стала. 88 сом стоит. А я зашла в аптеку, как посмотрела, цены 400, 500, 700. Золотые какие-то соски. А ещё мы её вот эту пока найти не могли, брали вот такую. Две штуки. Вообще за 20 сом. Я свою обязанность выполнила. Варька накупала. Теперь Серёга купает Тимоху. Хотя он просил, чтобы я его искупала. Он сегодня вымотался. А Тимоха ни в какую со мной не хочет. Вот практически весь день он меня игнорирует. В туалет с папой, играть с папой, гулять за ручку с папой и купать тоже, чтобы он его пошёл. Уговаривала по-всякому? Нет, ни в какую. Ну, завтра папа уйдёт на работу, прибежит, как миленький. А так, на самом деле, я, конечно, Серёге благодарна. Хоть я ему это и особо не говорю, ему лучше это и не знать, чтобы корону на голову не одевал. Я рассчитывала, что он будет мне помогать, когда их станет двое. Ну, и с Тимохой, когда он был один, он, в принципе, помогал. Но сейчас на такую помощь, конечно, я не рассчитывала. Прям. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу. Не было? А-а. Вот гады такие, да? Худрая маму. Ну всё, давай угадываться. Скажешь всем пока? Да. Помаши. А поцелуешь? А ещё раз. Ну-ка, быстро спать. Закрывай глазки, сына. Я не шучу, уже поздно. Тьфу-тьфу. Да понятно, что не было. Потом сходишь, ещё увидишь. С бабушкой. С бабушкой сходишь, да. Да. Лежит, лежит. Пам, туй-туй. Не было. Ты так уже полчаса. Закрывай глаза давай. Держите деньжки. С бабушкой. Тьфу-тьфу. Закрывай��ring. С бабушкой.